Вот я поставил внизу там, с правой стороны Игорь все валенки эти берите. Раздевайтесь, мы как раз топим. Смотрите, какие вам валенки подойдут, кроме вот этих моих, это будущие. А вот я поставил, вот Игнатьич, вот-вот. Ну, берите, берите, надевайте, проходите сюда. Давайте погодим. Порядки наши, знаете, разулся, туда уже на грязный половичок не становиться. Давайте. Мои кошки. Прямо на кровать бросаю туда, дрова чистая, ты не пачкаешь. Ничего, можем, я... Вот так. Раз, два, три, четыре. Давайте, вот сюда. Садись. 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 Боже, мы просим Твоего благословения на эту беседу. Научи нас помнить о смерти своей, ожидая жизни вечной. Быть внимательными к тому, что происходит вокруг нас и в нас. Сохрани нас от заблуждения, от искания своего. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все два вопроса упираются в один вопрос у нас. У нас нет нормальных взаимоотношений. Вот у Юли со своей мамой, у меня со своей тещей и тещей с нами. То есть это главный вопрос. А отсюда все последствия. А последствия следующие. Первое. У нас раньше ребенок, Любовь Николаевна, сидела как нянечка с нашим ребенком Сакелиной. Вот. А сидела почему? Потому что Юля поступила в ординатуру. Она подписала четырехсторонний договор с краевой администрацией. Я могу ошибиться там в деталях. Ну с государством назовем так. Она это вторая сторона, третья сторона это медуниверситет. И четвертая это больница какая-то, я там не знаю. Четверсторонний договор. И там вроде бы как данные ФСБ подавались по ней. И ее стипендировали. Она бесплатно учится от краевой администрации. Значит она будет занята и обязана этот договор отработать. Я, глава семейства, за это ей платят небольшие деньги. А я должен кормить семью. Платить за коммунальные услуги. Ну и когда все это рассуждали на семейном совете. Мама Люба, Любовь Николаевна, она все это слышала и договаривались, что с ребенком будет она заниматься. Наступил момент, когда Любовь Николаевна сказала, я с вашим ребенком заниматься не буду, ищите другие варианты. Вот. Это вызвало. Ну а поводом было что? Умер папа Юлин, надо было уезжать в другой город и там делать документы наследственные. Естественно, мама не может, но это все понятно, что это вначале было обоснование. Потом, в конечном итоге, она заявила, что все, уже ищите другие варианты. Я начал другие варианты искать. Перед этим она еще подавала надежду, что вот тогда-то приеду, тогда-то, а потом все уже. Сказала Валентина Дмитриевна, мне надо ухаживать за Валентиной Дмитриевной. Я звоню Валентине Дмитриевне, она сказала, за мной ухаживать не надо, я не нуждаюсь в уходе, потому что мне уходит и соцзащиты женщина за мной ухаживает, и уголь приносит, и все. Я говорю, может быть, я договорюсь с баптистами, будут люди к вам приходить, помогать. Там недалеко отделенные баптисты. Не надо. Я говорю, может быть, я вас перевезу к себе домой, ну вот эти хотя бы холодные месяцы поухаживаю за вами, чтобы вам с углем. Нет, я не нуждаюсь, у нас хорошие отношения, все. А моя вторая мама говорит, я буду ухаживать за Валентиной Дмитриевной. Я говорю, ну она же не нуждается, я нуждаюсь, чтобы вы ухаживали за моей дочкой. Хотя бы уже до июля месяца, когда Юля получит этот диплом, а там уже придется договариваться, что ей не придется выходить на работу, будет заниматься с ребенком. Но сейчас она по договору должна отучиться. Вот. Это первый. Второй вопрос, это имущественный уже у нас пошел. Мы, квартира, которая владела семья Фатеевых, я там никаких дел не имел, просто муж и жена, одна плоть. И сейчас Виктор Васильевич умер и получилось так, что суд сказал, что всю эту квартиру разделить на 4 части собственников. Это Юля одна четвертая, одна четвертая маме Любе и одна четвертая Виктора Васильевича, одна четвертая Виталию Викторовичу, это ее брату родному. Но так как нам туда неудобно ездить, мы с его стороны светали и со стороны написали доверенность на все дела, доверили полностью Любовь Николаевне все дела. Ну, если мы доверили, мы хотели бы знать отчеты за дела. По первому вопросу Любовь Николаевна заявила, что заниматься она с Акелиной, ну, так как она уедет, ищите другие варианты, а по второму вопросу она просто игнорировала все общения и ничего не говорила. Только через какие-то усилия, через настоятельные какие-то вопросы к ней она пыталась что-то сказать. Потом я вот сегодня буквально узнаю, что она говорит, это квартира, я там буду жить, и все, и вам я буду выплачивать деньги. Я говорю, Любовь Николаевна, эта же квартира не ваша, у вас есть где жить, мы вас к себе приглашаем, у нас место есть, отдельную вам сделаем комнату. Но сейчас вот мне, у меня не жилое строительство, ну, сделали меня родители собственником недостроенного дома, мне надо его достраивать, мне нужны деньги на достройку дома. И эти деньги я бы вложил, и там бы ваше место было. Она, я с вами жить не буду, ни под какими видами, ни под какими соусами, я с вами жить не буду. Я говорю, хорошо, я виноват, я виноват, я вел там себя как-то недостойно, недостойно, я уже и на исповеди говорил, и перед вами покаяние принимал, вы мне ультиматум, скажите, что вы от меня хотите видеть. Теперь уже все, ничего неизменно, ничего нельзя это поменять, как будто бы уже сейчас наступил суд Божий, все. Я говорю, ну давайте, вы скажите хоть какой-то, я встать в 440, да я ради вас буду встать в 440, чтобы вы как-то утишились. Но я могу заранее 100% сказать, что мне не всегда хватит сил после молитвы не хотя бы час не поспать. Ну я заранее говорил, Игнатих, Игнатих, вы по-моему говорили, что ну не можешь поспи, добор так называемый, добери там немножко, там где-то переконтуйся, если ты совсем не можешь. Я заранее предупредил, давайте я буду встать в 440, прям подпишу это все, ради того, чтобы вас удержать. Вот, Любовь Николаевна мне говорит, ни под каким видом ничего, отстаньте меня в покое, ничего, эта квартира продаваться не будет, я там буду жить, там будет жить Валентина Дмитриевна, хотя Валентина Дмитриевна говорит, я в квартире жить не буду. И в общем такой клубок у меня раздрая вообще полный пошел, я даже не знаю, что делать. Дело в том, что я, ну с моих слов, я говорю, так это получается ложь, мы вам доверяли доверенность, для того, чтобы вы все это честно прошли, потом мы эту квартиру как-то совместно, Виталий ждет какую-то там собственность, он живет в малосемейке или в общежитии, ему тоже нужны деньги, хотя бы даже ипотеку ему взять, ему надо взять первоначальный взнос, ему надо вложиться, если он захочет ипотеку взять, ему эти деньги нужны. Нам нужны эти деньги для достройки дома, вы тоже без крови не останетесь, я вам отвечаю вот перед Богом, что вы будете жить, вот я вас и до смерти буду, потому что я верующий, куда я вас дену, тем более вы мать моей жены. Но никаких уговоров нету и мы не можем прийти к единому мнению, поэтому вот получается, что обращаемся к третейскому суде, к Игнату Тихоновичу, с целью, чтобы он нас рассудил как наш уважаемый наставник, хотя мы грешники, и все равно я должен... Я готов идти на компромиссы, готов идти на какие, выслушать условия какие-то, но просто так жить уже дальше нельзя, я даже не знаю, что делать. Договорились отвезти Акилину в Рубцовск, уже с бабушкой, я пошел на попятный, думаю, хочет она в Рубцовск ехать? Ну пусть едет, я уже против этого, но думаю, ладно. И в Рубцовск готов дочку было отдать, хотя позвонил Валентине Дмитриевне, Валентина Дмитриевна мне сегодня сказала, Игорь, что мой дом, говорит, для ребенка не приспособлен, у меня пол холодный, печка работает непонятно как, и говорит, я, говорит, не рекомендую. Это мне Валентина Дмитриевна говорит сегодня. Перед этим батюшка сказал, я не рекомендую, чтобы этого было. То есть, естественно, я пошел на попятную, было решение такое. Тут Надежда Васильевна, но муж Игнатий Тихонович знает состояние Надежды Васильевны, потому что она тоже больной человек физически, что и голова может заболеть, а ребенок это, как говорится, такое существо, что надо постоянно за ним бегать, ухаживать за ним. И вот мы, я в таком раздрае, как бы даже не знаю сейчас, что и делать. И уже наговорили друг другу неприятностей. Ну что сейчас делать, будем выслушивать все обличения. То есть, при большой этой нужде отношения не улучшаются, а еще больше ухудшаются. Еще какой-то раздрае и прочее. В общем-то, обстановка очень в большой степени наша, вокруг нас, зависит от нас лично. Как ты думаешь, вот когда были люди далеко от нас, там полторы тысячи лет, они искали лучшие качества в человеке. И чтобы кто-то показал на эти качества, они расспрашивали, есть ли такие люди, которые так хорошо препарируют сознание человека, его жизнь с утра до вечера, с вечера до утра, чтобы были мы не в тягость друг к другу. Кто может показать, какие качества я должен развивать в себе, чтобы потом можно было общаться со мною, не бежать от меня, не считать, что жизнь со мной это хуже, чем в тюрьме. И вот подсказали, и говорят, есть такой человек, но до него далеко идти. Я пойду. У меня не ладится с братьями здесь, с родными я перессорился, и денег нет. То есть обстановка швах, по-немецки, значит, плохо. Приходят к нему и спрашивают, на что я должен при этом состоянии, в этом раздрае живу. Везде у меня немирно. Я запутался. У меня силы еще есть, я мог бы сделать. Ну, как выпрыть-то я не знаю. Нагородил уже столько, наломал дробь, и оскорблял, и возносился. И что он ему ответил? Какое качество начали, в первую очередь, приобретать? Ну, я не знаю, о ком идет речь, но... Я еще это сказал тебе о чем? О том, чтобы жить мирно, спасти душу, победить сатану. И какое-то есть одно главное качество. Без этого качества у тебя нигде ничего не будет. И вращение к человеку, у которого фамилии даже нет, его звать просто Антоний Великий. И он ответил одним словом. В русском языке это слово из двух слов состоит. Он говорит, смиренно-мудрее. Хорошее слово. Понимаешь, в этом мудрость. Это разумение пути своего смирения. Когда разговаривал святой с сатаной, и сатана, увидев, что он подвизается, угождает Богу, сатане это противно. Что он зря такой, Бог окружил его, у него все есть. Ты сколько питаешься? Он говорит, бывает по 40 дней, по часу. Он говорит, я совсем не ем, сатана. Да я сплю полчаса в сутки. Он говорит, я вообще не сплю тысячу лет. Ну почему ко мне Бог не расположен? Он говорит, главное это смирение для человека. Смирение? Терпеть не могу это слово. Это сатана говорит. Мой совет прислушаться к ответу Антония, прозванного великим. Я спрошу, мама, ты как считаешь? Антоний правильно ответил? Правильно ответил. А ты как сестра думаешь? Правильно. Правильно. А ты как думаешь, брат, перед кем смирение? Перед Богом и перед людьми. Перед Богом и перед людьми. Правильный ответ ты даешь. Ты умный очень. Ну вот и все. Чего у тебя не хватает? У тебя было бы все по-другому. В первый день твои отношения с тещей были не такие, как сейчас? Нет. Нет. Мы дорогой ездили с тобой, когда в дальнее путешествие. Ты самый дальний рельс поехал во Владивосток, в Находку. Я тебе благодарен за это. И ты помнишь, когда первый раз ехали, первое было до Байкала, до Слюдянки. И я тебя как дорогой пилил. Ты помнишь? Помню. Помнишь? Я говорю, ты сейчас, все еще, вот кто-то отбей там смс или позвони. И когда придешь, упади в ноги, попроси прощения, обними ее, расцелуй ее крепко-крепко. За такую жену красавицу, умницу. И поблагодари ее. Да ты, она виновата. Она такая. Я говорю, давай по порядку, где она не права? И ты начал говорить мне, ты помнишь, какие там вещи они такие выбросить, которые надо было. Она такая тащит все домой, там устроила. Ну, был разговор-то? Был? Был. Я тебе сказал, по порядку, давай по частям разбираем. Я тебе в каждом деле показал, что она права. И почему права? Это ее прошлая жизнь. Она не знает, что где будет. И поэтому она... Ты слышал такой разговор-то, вот, когда молодые спрашивают у старых. Ну, разводятся, разводятся. Спросить, ну, сколько вы лет прожили? Говорят, 65 лет и живем вместе. 65. Это уже не бриллиантовая какая-то супер-бриллиантовая свадьба. А почему? Да знаете, мы жили в то время, когда вещи старые еще, говорит, ремонтировали, не выбрасывали. Понятно? А здесь так, я сменю жену, другая новенькая будет по-другому. Сменю работу, сменю государство, уеду. Улья все меняет. Надо ремонтировать, учиться. Я тебе показывал, как ремонтировать отношения с женой, с тещей. Я тебе надоедал. Ты хорошо помнишь, у тебя память-то отличная. Я тебе, когда говорю, ты должен вернуться из этой поездки другим. Я не вхожу в самые подробности. Ну, расскажи, что, на чем у вас трения такие, не только искрыто, пылают уже, вонючим пламенем. Ты рассказывал. Я тебе в каждом вопросе находил, вина не ее. То есть, ее где-то есть, она там такая незначительная, даже ты бы не заметил никогда. Твоя. Я люблю обращаться к своей биографии. Батюшке это не нравится, потому что в его биографии она тусклая. У него ничего подобного не было. У него ни отношений, ни с тещей, ни кем не было. У меня со всеми были на основе божественного писания. Моя теща, она меня не просто любила, она благоговела передо мною, Надина мама. Она полностью всегда была на моей стороне. Хоть в письмах. Почему? Как ты думаешь? Только потому, что она сама не жила в одном доме? Ваша жизнь, я думаю, была более духовная, чем моя. Духовная. Я никогда, ни разу, ни то что не оскорбил, про это вещи даже не было. Я не знаю, как старшего себя бы оскорблять, тем более подыскиваться под него или замещать где-то. Но вот так все слагалось. И все мы разошлись, и мне не стыдно встретиться в мой царстве небесном, Агриппина Евсеевна. Ох, как сегодня, найди такое. Так что начинать можно. Ну, подготовил этот плацдарм, что у тебя так есть. Ни на кого не ссылайся. Возьми все на себя. Это тебе первое, правильное будет, в нужном управлении движение сделаешь. Она не хочет сейчас, селом, говорит, не заставишь ты ее. Я очень, очень обрадовался, когда она сказала, что у Валентины Дмитриевны Маркетановой она будет там и возьмет твою дочку Акелину. У меня как свет полыхнул перед глазами сегодня. Я готов был обнимать и целовать. Она и не рада, что может сказала. Я так вижу, но она не очень. Ты чего не радуешься-то? Это дверь открытая. Понимаешь как? Какая обстановка там супер православная. Она монахиня. Она хорошая такая женщина. И ты там будешь. У вас настолько духовное, приятное время провождения будет. А теперь что-то там на полу. Где? Ну и что, что на полу? Мы все росли на таком полу. У наших родителей нас было 12. В деревянном доме жили. Ни фундамента, ничего нет. Там снег на полу был. Все выросли. Ни одного больного нет. Вот это лучший вариант, на который она, как мне показалось, согласилась. Мы решили пойти к батюшке. Батюшка чем-то мотивировал, ничем. Я тебе по порядку подсказываю, как хорошо. Во-первых, она полностью свободна. Ты свободен. Она находится в руках не у твоей матери, у неверующих. Она через два дня оттуда приходит и молиться уже не хочет. Девчонка растет. Я тебе рассказывал, ей какое внимание нужно. Она очень вредная. Тоже это в отместку за что-то вам обоим уже. В девчонке потворствовать нельзя. Она не знает, как себя вести. Она не ориентируется правильно в пространстве. Я всегда люблю, когда вы молчите. Я вижу, вы в этом вопросе как-то отупело смотрите. А ты бы спросил, а ты мог бы с ней поправиться? Я бы мог. Лучше няня ей не найти, ваша Айкилина. Я бы ее взял. Взял я вот здесь вот. А здесь вот, да. Ну, больше времени она бы проводила, может, у меня на кроватях. Я бы там очистил кровать и от плиты огородил бы. Я бы ее обезопасил. Но внимания ей уделять на что-то, такого не было бы. Во-первых, она бы играла. А второе, ну же, я пошел покатался с ней. Я сразу переменю распорядок жизни. Я пойду с ней кататься. Я пойду с ней гулять тут рядом по линии, разговаривать с ней. Все, она ко мне привыкнет. Уже через неделю мы с ней будем большие друзья. Если выхода никакого нет, то Надежде Васильевна тебе отдавать и надо. Самый здоровый человек в этой окрестностях я. Я, во-первых, не болею. Если она где-то громко кричит, а я почти не слышу. Вообще, замечательно. Я не буду обращать тревожность при всяком скрики ее. Я тебе показываю конкретно. Не просто где-то, давайте бабки-то этой, тещи-то твои накрутим сейчас. И она затрясется и скажет, давай, давай, давай только уехать. Не берет ей надо, она будет дозревать пока. Самый лучший был вариант, ее не надо не берет. Беру я. Посмотрите, где она будет спать. Поставить, может, вот в этом месте у меня есть, куда у меня голубок здесь. Я ее показывать буду. Вам покажется это смешным. Но это я тебе скажу, что это очень хороший вариант. У меня опыт, я 40 лет начальник детского лагеря. У меня всякие дети были, как Зоя Дьянова с этим была, ему 7 месяцев было еще. Маленькие ребятишки были у Гали, она приезжала с ними. Эта девчонка, которая, она очень подвижная, ходит, но ей нужно, вы ее испортили. И поэтому вредность ее от вашего неправильного воспитания. Я говорил в прошлый раз, когда было. Она кричит, ее приду, ты кричать будешь, с ней не будешь. Все, заперла и все, попробуй что-то. Все, она поорала, поорала, она там перестала. Она после того разбора, с Акилиной когда была, на Пасху-то, она долгое время вообще нормально была. А потом вы опять опустились и пузыри пускаете. Мой совет какой? Я тебе говорил, вставай в 4.40. Но если ты не доберешься, то ты спать на бок не ложись. А вот как я делаю? Как у Володи, вот так на спинку откинься и сколько тебе надо, там подреми минут 20, потом позанимайся. Еще время есть, после часа еще минут 20, у тебя будет уже 40. Это Архимед знал, Микеланджело знал, вот этот прерывистый сон. Он, да, 3 часа в сутки вполне достаточно. Но чтобы он был через 4 часа, допустим, 40 минут, там, час какой-то. Вот сказать, мы с тобой договорились, и ты согласен в этом. Но у меня в это веры уже нет. Вера моя на этом кончилась. Вставать ты не будешь. Не будешь. То есть ты встанешь и через неделю как-то застонешь, застонешь, ляжешь. Мы ехали, у нас какой еще-таки был распорядок? Ты дорога ведь не болел? Нет. Ведь хорошие воспоминания остались. Ну, по распорядку, конечно. А? Все было слажено. Слажено, встаем вовремя. Вот я тебе, вы, может быть, и не любите, что я привожу пример Михаила Кальмаева. Он постоянно ко мне подойдет, тайно где-то улыбнется. А хватит меня. Как я рад, что попал ко вам. Вот эта четкость до минуты. Мало того, до минуты, до секунды. У нас на ходу серьезно забегал, садился. Машина уже движется, он от колонки бежит. И мы успевали то делать, что в три раза больше за лето сделали. Я тебя к этому подбиваюсь. Что сделал? Ничего не сделал. Фотографии, ты ко мне подошел, похвалился. Ты можешь сделать на весь экран. Месяц проходит. Месяц! Ни одной фотографии не сделал. Так? Да. Это привычно, и ты никогда не сделаешь. Я показываю за это время, вот Михаил показал, три недели. Я выставил 913 роликов. А какие ролики? По часу загружать надо больше. Когда у меня срывалось здесь, вот она сейчас идет, у меня загрузка. Вот сегодня я уже загрузил пять. Шестой пошел. Но мне сначала надо ужать программу, она еще ужимает-то не сразу. А сейчас я один за другим гоню. Вот это у нас была беседа здесь с Вадимом. И сегодня я встал. Я ему сказал, сегодня я встал. А почему? А зачем? Полезная. Это мой ролик. Я им распоряжаюсь. Но я долго его уламывал, чтобы он согласился. Он не может возразить. У меня есть пять роликов об одной теме. Были с Леной Сокольской беседовали. И она из этого кризисного состояния, считаю, вышла. Я ей уже второй раз подхожу. Да, давай, выходи. Выставим это дело. Это полезно для воспитания. Да нет. А почему? Что ты со собой знаешь? Ну, ты вышла или не вышла? Она мне сегодня отвечает. Да, я это, ну, вышла. Ну, и вот мы об этом поговорим. Мы запишем пятый, шестой ролик. И запишем. Это полезно людям ведь. Вот я здесь заглавил. Что посеет человек из Галатов? У него семейная жизнь развалена. У него еще нет у Вадима. Ну, ты знаешь, какое он состояние. Вот здесь сидел для разговора. Он был здесь. Мама его вот рядом сидела. Виктор Андреевич, Севастьян, Татьяна, Вася. Он. И они решили, что польза будет. Конкретный, не в тумане исполняемый, а здесь. Мой совет вот такой. Чтобы Акелину отвезти туда. А если нужно письмо Валентине Дмитриевне, я ей напишу. Чтобы она приняла и там жили. А если у нее будет отдельно, как она говорит, домики больше, это вообще замечательно тогда будет. Дом тут подходящий или нет. Но я не знал, сколько у него детей-то было. И хоть они там претендуют на это. Надо определить, какая стоимость, сколько будет выплачивать. То есть, и в какой ей сроке выплачивать. И судя на инфляцию, учитывать или нет, то есть эти вопросы надо сразу разрешить. А не так, чтобы пришли, тебе трубу закрыли, чтобы ты померла от угара. Все не так делают. Накинули пальто на выхлопную трубу, и все, все в доме скончались. Ну вот тут сытых у нас председатель Резионной комиссии Алтайского края. Бывший глава администрации Центрального района. Много лет был. Погиб. Так что, ты мне сегодня сказала, я очень обрадовался. Я это принял, как ответ на молитву. И я на этом так и стою. Меня очень трудно от этого сдвигать. Я уже Бога благодарю. Дочь в ваших руках. А старики никогда от внуков не отворачивались. Наоборот, они бились смертным боем, чтобы внук был при ней. Внук там или уж сын. Я про одну еврейку считал здесь. У ней сына убили в войне израильской. Но у них так, когда уезжают, они оставляют банк семени своего. Спермы. А его убили. И она теперь здесь, в России, нашла суррогатную мать. Это корпоральное оплодотворение. И она как дорогой боялась, чтобы не разморозилась там семья. И как она летела, и как успела, как сделала. И сейчас у нее растет сын. Внук растет. А сына от ее. Каким трудом она добивалась этого. Как проходила, и как ее задерживали. Она им специально сделала такой термос, который, видимо, на ходу содержал холод. И у нее все получилось. Я не говорю, что там не по-христиански или как-то, но любовь. У тебя внуков-то немного родных, а одна. Поэтому ты вцепись в это дело. Обычно мать и бабки больше любят внуков, чем детей. Я нашел на это ответ. Я его где-то высчитал, потом добавил своим. В воспитании своих детей в большинстве случаев родители терпят фиаско. Некогда было, на работу были, в детсадике. А внуки растут, теперь они на пенсии, и они думают отыграться теперь на внуках. Вот теперь, тоже имея опыт, отрицательный, я положительный проявлю на внуках. А чтобы мне внучка или внук не надо было, это ненормальное. Не то, что ненормальное, а какое-то человеконенавистическое. И если это в человеке появляется, то тут что-то заложено большее. Или если она берет, то ее будут там что-то третировать, не будет никакой свободы. Какая свобода? Ты призвана сейчас? Как? Да, у нас с бабушкой и внуки везде. На лето куда? Поехали к бабушке везде. То есть баб, детка, это самое драгоценное, может быть, останется воспоминание во внуках. Ну и везде рисуют старый и малый, это бабка и ребенок маленький. Почему я так обрадовался, что вот это ваше, ты мне рассказывал, какое ненормальное положение, я об этом молился. И ее этот ответ, что ты хотел ее отвезти якобы сегодня, и там Акелина будет жить. Я говорю, это вариант даже придумать нельзя было. Я не знал, что так может обратиться. И она согласна, но нужно, чтобы это было доведено до конца. Батюшка сказал свое мнение. Так, разрешите, я вот сюда положу падок. Мне надо отпустить их. Давай сюда. Давай, иди. Давай. Вот так. Ох они у меня такие. Это у меня кошки, их надо закрывать. Оттуда идет холод, мы закрываем. И надо теперь следить, чтобы они знали, когда у меня три кошки. Так, что вам препятствует воплотить то, что мать сказала, чтобы к ней отвезти? А первый вопрос. Сказали сестры, во-первых, наши. У меня, я не знал, как поступить. И как-то после богослужения, я подвозил сестер у меня. Я подвожу своих, там, Людмила Степановна и Нина Александровна. Кто-то из них предложил. Я так что-то... Что именно предложил? Предложил, а еще бабушки не было, она была в Рубцовске. Она приехала вчера утром. Вчера вечером. Позавчера вечером. И кто-то из сестер еще вот на позав... Или когда-то вот не так давно, неделю назад предложил. А что вы не отвезете в Рубцовск? Ну, хочет бабушка в Рубцовске жить? Ну, пусть живет. Что вы ее сюда тянете? Акелину туда. Отлично. Я даже об этом не думал. Но когда они сказали, я об этом задумался. Я об этом задумался и постоянно уже вот думал до приезда бабушки. До вчерашнего дня. А вчера утром, когда пришла Любовь Николаевна, я ей сразу эту мысль озвучил. И в ее голосе я увидел не нотки какой-то ненависти такой, какой-то обычной, а какая даже доброта. Думаю, ой, Акелина, мы с тобой там будем печку топить. И все. Я думал, все, аминь. Сделка совершилась там в доли секунды. Ну, а тут какие-то, не знаю, то ли испытания от сатаны, то ли что. Ну, вот в течение субботы у нас пошли какие-то другие вообще мысли. К вечеру там совсем другое. Вот два дня. В эти два дня я буду кое-где вставлять, чтобы по счастям было. Ты не забывай, на чем кончил. Но за эти два дня ты мог смиренно-мудрее показать? Чтобы она увидела тебя другим. И она же легко поворачивается. Ты знаешь, какие у меня с ней были отношения? Нет. А сейчас почему мои отношения-то улучшились? И у меня отношения с Юлей прекрасные. Так она не хочет уже. А? Она сама не хочет уже. Мало что не хочет. Убедим. Убедим. Куда она денется? Мужик говорит. Верит ли же нам? Говорит, а куда она денется? Я уже с ней говорил. И думаю, Господь силен помочь расположить сердце. Она не к ребенку. Это отношение к вам. К вам. Ты думал, что она у тебя в кармане, к теще. А она с характером оказалась. Не очень возьмешь. У нее военный характер. Ей разрешено погоны носить. Она имеет военное звание. Какое у тебя звание-то? Капитан. Капитан. А у тебя какое? Нулевое. Нулевое. Ты даже не рядовой. Да что ты голос поднимаешь-то? Она должна крикнуть, ты по стойке смирно, чтобы стоял. Ну, у чего стоять? По стойке смирно еще есть отдавать. Я, ну, сержант, допустим. Но все-таки выше эфрейтора. Ребята, давайте так рассудим. Ее нету сегодня. Она умерла в рубцовке. Второй вариант. Ты ее будешь хоронить или нет? Ну, конечно, буду. Будешь. Все, ее нету. Теперь вопрос снятый. Что дальше будешь делать? Ее нету. Она умерла. Ну, в отношении ребенка. Ребенка. Ребенка нет. Ее нет, она умерла. Не забывай. Она умерла. Ее похоронили там с мужем или сюда перевезли. Все, вопрос снят. Хорошие, плохие отношения. Ее нет. Дом этот разделить и деньги распузырить и даже не обмануть тебя там, не дадут. Это все возможно. Что дальше? Жизнь не кончилась? Жизнь не кончилась. Ты прорабатывай этот вариант, пока она не умерла, но с учетом, что ее нет. Что дальше? Ну, я бы, конечно, посоветовался бы и с вами. Понятно. Так я когда в тюрьме был, я все рассматривал с позиции «я умер». И меня это бы научил Александр Исаевич. Перешагнув порог тюрьмы, скажи, я пришел умереть. И я с позиции потусторонней на том свете стою. У меня был вот такой синдром покаяния невероятнейший. Вот спросили бы, что тебе надо. Вот пришел бы следователь и сказал, что надо, мы выполним. Только одно желание. Я бы сказал так, через стекло, ну, порядок не разрешал платную подходить к родственникам. Ну, разрешите им через стекло, как вот там в будке разговаривают, чтобы они стояли, чтобы я мог вот так сложить руки, упасть перед ними и попросить прощения у всех. Я не прав был во всем. Вот такое у меня чувство самоукорения было, беспредельное. Я плакал и плакал. Я бы упал бы, вот попросил бы у всех прощения, я бы снял гору с души своей. Я не находил ни одного человека, перед которым я не был бы виновен. Это Бог послал меня в такие тесные узы, чтобы я это еще больше осознал. У меня всегда это было развито, но такого больше никогда не было. Я вернулся, у меня этого не было. У меня есть такое стихотворение. Мать говорила, ты вот молишься, загнать, а там кто-другой, а вернется, он еще строже будет, тебе еще труднее будет с ним. Так оно и пошло. Мама была права. Так ты себе это сейчас примени. Насколько ты это осознал? Может, она сейчас целиком еще не может это перенять, только потому, что ты еще не созрел до нужной кондиции. Можно? Да, конечно. Ну вот, я, конечно, варианты рассматриваю, что вариант, безбабушкинский вариант, назовем его так. Но видите, в чем дело? Тут у меня две еще задачи решатся. Не только Акилина, но еще и взаимоотношения с моей тещей я должен решить. Да, конечно. Если, допустим, у меня отношения с тещей налаживаются, автоматически решается вопрос с Акилиной. А если я просто вычеркну мою тещу как бы из своей жизни и скажу, все, у меня тещи нету, вот при живой тещи, скажем. Ну, конечно, я прорабатывал вопрос, я общался уже с бактистами. Мне предлагали вариант, одна семья бактистская, взять Акилину на воспитание. Ну, на тот момент, когда я не могу, я просто бы привозил ей. Но я этот вариант в загашнике держу такой, что все-таки, ну, я не готов сразу к этому варианту. Ну, как бы на худой конец я бы уже лавировал бы. К баптистам бы мог ее отвезти, в баптистскую семью. Они многодетные, там мне предлагали такой вариант. Ну, и моя Акилина... Нормально было, что к баптистам пошел бы? Ну, я бы, может быть, я, ну, к Нине Александровне, там, Людмиле Степановне, то есть я бы... Ну, это все годится, но к баптистам-то как? Ну, просто я работаю, у меня напарник баптист, и один из вариантов у меня был, и он, я ему сказал... Не жить же отдать. Не жить, а нянечка на день, на день. На несколько часов. На несколько часов. Утром отвез, там, где-то в обед, после обеда забрал. Вот такой вариант у меня был. Был вариант садик детский, но нам сам врач не рекомендовал детский садик. Говорит, что вы будете там через весь город ездить? Врач сам, вот, неверующий врач, говорит, а вам зачем садик-то? То есть сколько ей возраст? Два года семь месяцев. Два из семь. Два года семь месяцев. Центр всего. Один день даже там для нее может быть губительным. И какой-то вариант. Да какие же варианты-то? Ребенка отдать. Да это нет. Мы наоборот против садика. Ну я и говорю, этот вариант даже не надо поминать. Только сказать намертво и никогда. Только если уже я умру, родных нет, ну и Бог покинет меня. Зачем же это? Кем она вырастет? Они, дети, не могут быть другими, какие воспитатели. Это блуд. Я наблюдал, как в садике взаимоотношения. У нас садик во дворе. И конечно я ужасался поведение детей. Они там что попало делают. Друг на друга кидаются. Один ребенок вообще забивают там. Он постоянно плачет. Вторая девочка на это все смотрит так безразлично. Я просто испугался. Думал, кого? Вопрос снят. На сегодня тебе главный вопрос, если только, конечно, чтобы Валентина Дмитриевна приняла, это чтобы баба взяла. Но если я ее сумею убедить, что она должна это сделать, она обязана это сделать, с вами она не будет. Она же считает, что трудно жить-то не с Акелиной, а с вами. Да, она считает так. Ну, значит, этот вопрос-то уже решен. Мы остались здесь, она уезжает. Сколько до Рудцовски отсюда? 300 километров примерно. 300 километров. Ну, за 300 километров-то можно уже продышать все. Ну, все. Вопрос-то такой простой, так легко решается. С тобой достаточно уже поговорил? На тему на эту? На эту. Еще немножко хочу сомневаться. Маленько, а то я перейду на тот край. Я... А потом уже за середку возьмусь. Я согласен с этим вариантом, сразу скажу. Но я хотел бы дальше пойти, чтобы улучшить отношения с тещей, и, может, ее привлечь сюда, если это возможно. Но я чувствую тут... Еще как не убил, говорит, уже общипал. Не торопись. То, что ты посеял, это в один день не вырывается. Тут, может быть, годы потребуется, чтобы ушло. И сказать так, вот теперь все в ней, вы между собой, может, более дружны, а она с тобой даже, дочь, чем со своей матерью. Это может быть такое. Но это все от небодрствования. Нет общей молитвы домашней. Я вам говорил, домашняя, утренняя молитва не будет ранней, у вас не будет домашней церкви. Поэтому у вас не то, что домашняя, а даже нормальной жизни нет. Ты думаешь как? Мой характер более крутой, чем твой, или нет? Ну, думаю, да. Да. А как же со мной люди-то уживаются? Больше молитесь? Только так. Я тебе рассказываю, как у меня жена, она утром начинает бухтеть на молитву. Вот у меня такое вот оружие. Вот. Сто поклонов. Три святое, сто поклонов. Она чуть-чуть, только что, минут пять прошло. Я ни слова не говорю, опять на молитву. Я не заставляю никогда ее молиться. Никогда. Она, гляжу, рядом мы с Володей. Теперь Володя-то отрывается. Я говорю, ладно, Володя, будь. Я уже провожаю, она в дверях еще что-то. Я скорее на молитву. Она дверь закрыла, опять встала. Три захода. И она только кончила молитву. И вышла, вышла, Володя, уже ничего не говорит. Она любит оговаривать. Но благословен Господь, даровавший мне не одну уже победу. Вот такую. Это полная победа. Борьба-то идет не с женой, а с сатаной. Ты-то думаешь, это виновата такая теща. А это не теща. Это, может быть, сатана через тещу тебя пытает, а ты не можешь. А Господь через тещу тебе подойдет к другой стороне. Человек это космос. Ты знаешь о выражении Достоевского? Кто там борется? В твоем сердце, в моем, в ее? Он везде успевает. Трудяга неусыпный. Пока на другие варианты у меня нет ничего больше данных. Никаких. Баптиста отпадает, детсадик не надо говорить. Ведь наилучший, наивысший вариант это и быть у ней. Там, в рубцовке, не здесь. А дальше Бог так в один день повернуть может. И ваше сердце будет другое. Ты не выполнил то, что я тебе говорил. К теще как встретиться. Ты говоришь, я к этому не готов. Говорил? Подобное говорил. Нет, не подобное. Я вернусь назад. Это я не люблю. Это такие слова. А как ты говорил? Ну, вы мне поставили условие, что я там в тот момент написать ей, что я как вы сказали-то что полностью там как бы что-то злодей там, ну такое все на себя наговорить. Не наговорить, а признать. Признать, да. Ну, я так по себе подумал, думаю, ну, ведь все-таки не до конца это так. И думаю, что как это из этого выйдет. И я говорю, я не готов. Ну, я так, возможно, и сказал. Я не готов. Так проще сказать. Ну, а теперь, когда бы ты знал на сто процентов, что это единственный вариант. И ты бы, если это сделал, она бы была с вами, усыпилась за вас-то. Если бы ты знал, что будет такой вариант и концовка такая, ты бы сделал, как я просил. Просто умом бы понял и сделал бы. Заставил бы себя сделать. Ты даже думал, вот пять секунд, которые сейчас не сразу отвечал, меня уже это настораживает. Даже сделал бы, а зато опять на старую блевотину возвратился. Ты бы с радостью это сказал. Глаза сверкнули радостью. А этого нет. Я тебя ведь пилил-то для тебя. Мне это не надо. И дорогой я тебя доводил, не знаю до какого. Из-за чего? Только из-за этого. Вот, больше ничего у нас не было. Главное-то в этом четкие, ясные ответы дать. И самого себя так прижать. Мне нравится выражение у Давида. Да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. Да не вкушу, а сласи их. Для извинения дел греховных. Никогда не надо это оправдать. Да, я виновен. Виновен, ну, что ты знаешь? Да, такой я и есть. Какой? А ты когда считаешь утренние молитвы вечерние, ты там читал? Какие слова о человеке написаны? Там только демоническая сила из 11 раз поминается. Да не буду порабощен злым демоном. И как я предавал, а орудие неправды, члены свои, так и орудие правды. Ну-ка разверни это на деле-то, покажи. Вот эту ревность, а как бы отомстить, сказать, подковырнуть, ничего это не дает. Как будто бы минуты наслаждения, да, я его поразил, я умнее, я говорливее. А результат-то какой? Нам кажется, ну, будет по-моему, оно не будет по-моему. И не без воли Божьей. Бог позволяет, чтобы сатана ее душу обуздал, она была не расположена к ребенку и прочее. Для чего? Чтобы смирить тебя. Она из этого выскользнет завтра же. Если она к ребенку никак не расположена и не тоскует о внуке, это не нормальное положение. Это же стаковые отношения. Это скажет в любом народе, и хоть где. Внук, это все. Посчитай, сколько рассказов у Расула, Гамзатова, особенно у южных народов. Внук, это или вообще внучка, это все. Он не задумываясь, жизнь отдаст за это. Поэтому, как нужно развивать чувство в отцовстве, так и здесь. Но здесь надо какие-то предполагать, чрезвычайные были неприятные моменты, что она пошла даже на это. Может быть, погасить в себе это чувство влечения к внучке, чтобы только с вами не быть. Тебе, я тебе говорил в прошлый раз, когда мы тут беседовали, недавно-то, когда ты рассказывал, помянул, займись исследованием, возьми бумажку, напиши, когда это было, как это выправить, в чем попросить прощения. Это труд. Это большой труд. Что еще у тебя к ней? Вот сейчас скажи. А то я сейчас за нее повозьмусь, и она тебе достанется в измочаренном мире. Ну, мне, я не хочу, чтобы там досталось мне измочаренный человек, просто для спасения, чтобы всех и меня было полезно. Просто если говорить, вот что еще, как бы, вот есть подозрение просто, что вот у Любовь Николаевны вот нету вот этого состояния любви действительно к внукам. Ну, не то, что к внукам, а чувство семейности. Потому что тут попытки были вот это наладить, но попытки были у меня медвежьи, конечно, я сейчас понимаю, вот наладить, чтобы у нас семья была как-то. Насильно, Люк, не будешь. Там надо было больше молиться и смиряться действительно. Ну, ты помнишь такое, говоришь, мои родители, даже на это, твои родители приезжают, а она удаляется, и где-то там, я не знаю, в кладовке или в санузле, еще я говорю, она как делает? Молится. Ну, вообразить нельзя. Это же ангел, только можно так делать. А почему она с моими родителями никак не хочет, да потому что пустое все, люди неверующие, она единственное, правильный выход имеет. Она их не оскорбляет, не трогает, да она с ними не здоровается, написано, не приветствуйте, она ничего не сделала противозаконного, она удалилась, она молится, она молится о том, чтобы люди эти обратились. Я тебе так объяснял? Ну, интерпретацию вы такую могли бы дать, но ситуация была не такая. Ну, я тебе, ты то ли ничего не помнишь, что я тебе говорил? Нет, вы можете объяснить, что да, вы могли мне объяснять это, я не против этого. Но ты не помнишь, что я тебе говорил? Что ее обвинять в этом нельзя, что она к родственникам твоими расположены, и когда приходит, она букой удаляется в другой комнате, и даже ничего, и твои родители, а что такое? Я объяснил, что она хорошо знает, что они неверующие. Объяснить можно, но это поведение неадекватное. Почему? Потому что с кем я общался, вот из наших сестер, я даже не буду их называть по имени-отчеству, такое просто немыслимо. Люди пришли не без зла, без всего, просто в общении, и игнорировать, стоять в ванной комнате, куда пошла моя мама, руки вымыть, и испугалась, потому что тут же стоит человек, и игнорирует. Это поведение вызывает такое ощущение, что человек сошел с ума просто. Я тебе скажу, что вот такое поведение было у всех святых, жития святых. Вот именно такое поведение, а не то, что приехали, адекватное, ты это брось. А они удалялись. У Федора, а священного брат родной пришел в монастырь, он сразу из комнаты вышел, и больше не стал. Он говорит, не верующий. Он говорит, верующий. Он пошел по хомею жаловаться. Вот жалко, что Людмила Николаевна в этом сейчас укрепится, и я ее не укрепляю, я тебе говорю, что именно в житиях святых этим и наполнено. Любвеобильность, мы знаем, что вот и святые поступали обильно. И Серафим Саровский принимал, вот приходили ему разных чинов, и он их принимал, и радость моя, и прочее, и прочее. И запомнили, и каялись люди. А так, вы даже... А как тогда благовестовать? Так, что говоришь? А как благовестовать тогда и приводить ко Христу людей и сопрятаться в столе? Она поседала, она видит, что нет еще. Вы два благовестника, не втроем же это трогать. Иметь мир со всеми и святость. Если возможно, с вашей стороны будьте... Как написано? В мире со всеми людьми. Вот. Дело в том, что тут нанорочито неприязненные отношения. У меня отец, военный человек, испытал там, и воевал действительно, там в Монголии, там его во Вьетнам увозили. Он испытал всякие тяготы в жизни. И когда он... Он приходит к Людмиле Степановне, вот, Людмила Степановна, он в ней души не чает. Она его угостит и чаем напоит, и ему о Христе расскажет. И он говорит, вот какая. Приходит к нам домой. Да я бы... Я угощаю сразу. Садись, папа, все. Любовь Николаевна в туалет. Он говорит, ты что, говорит? Он просто в бешенство входит. Ты, говорит, тещу, говорит, жене скажи, ты что? Я понимаю, я твой сын, ты вокруг меня бегаешь. Ну, теща кто? Он там ее... Полощит. Я хочу это утешить. Я хочу успокоить эту ситуацию. Ну, у меня сил нет. За что она ее полощит-то? За то, что она не такая, как Людмила Степановна? За то, что за неприязненные отношения вообще... А в чем она выражается неприязненное-то? Когда милиция пишет неприязненные отношения, значит, и возникла драка из-за неприязненных отношений. В чем неприязненное, когда она отошла и ничего не делает? Хотя бы просто сказать, мир вам там, или как-то вы... Почему ты нарисовал ей такую схему? Потому что это нормальная норма общения с людьми. Слушай, тогда внимательно. Вы так не поступаете никогда? Я так не поступаю. Но у меня другой путь. У меня путь Моисея, а у нее путь Арсения. И главное, Моисей Угрин бывший разбойник. А Арсений великий. Ты знаешь, кто он? Воспитатель сыновей Феодосия, Гонория и Аркадия. Двух императоров воспитал. И как ему пришлось бежать потом? И он услышал глаз такой беги и молчи. Это был оратор. Единственное, две империи нашелся, которые выше его не было в плотске, в мудрости, астрономии, геометрии, физика, и в духовном. Император искал такого, чтобы во всех областях был наивыше. Только одного нашли. И вот монахи приходят. Один монах пришел, пришел расспросить вопрос. А он сел и сидит. И не говорит ни слова. Тот посидел, посидел, поднялся, его инок там привел сюда, ну, воинный. Он больше ни этого слова не произнес. А к Моисею пришли. Тот вот он поговорил, он угостил, он так приветил. И вот между монахами, когда собрались, между святыми отцами, говорится, возник разговор, а кто же из них выше? Чтобы они верующие, тут несомненно. И тогда было видение такое. Плывут два корабля. На одном корабле Арсений, а на другом Моисей. Так у Моисея ангел управляет парусом. А у Арсения, который вот так вот букой никого не принимал, у него сам Господь у руля. И Дух Святой наполняет парус. Это Житья Святых Дмитрия Ростовского. Я не говорю, что я согласен с этим, но вот почему-то вот такой был уклон. Одна женщина очень хотела с ним побеседовать, с Арсением. И она продала имение, она привезла столько там, не келью, а монастырь построить можно было. И она пришла, и этот ящик золотом от дверей принесла, поставила. А вот как наклонился лицом до земли, даже не поднял. И она тогда уже видя ничего не может, я попрошу, чтобы ты не забыл меня помолиться. Он говорит, я буду молиться о том, чтобы забыть тебя. Вот бука какой. И когда она к епископу опять вернулась, стала рассказывать, он говорит, не печалься, она была христианка, добрая, добрая. Он молился не об этом, как ты понимаешь. Он молился о том, чтобы ты очень статная, ты такая красивая, богатая, добрая, у тебя лицо светится любовью. Он не хотел тебя видеть как женщина, но молиться тебе, он уже молится. Успокойся. Его слова еще расшифровать надо было. Арсений Великий. А со словом Великий с прозвищем только 17 было за 20 столетий. Значит, мнение церкви было, что это не буки какие-то, а именно вот этот путь. А отец, что твой, а что с него спрашивать? Беснуется? Ты знаешь сам, как он бесновался на меня. На него где-то напали, а это Игнатий на меня наворожил, на меня разбойники напали. Помнишь, нет? Ну, я помню, похоже было, что он вас обвинял в колдовстве. Да только ли это. Заболел, когда что-то там. Опять это Игнатий на меня наворожил. Он у меня был здесь. Я говорю, сюда заходить нельзя. А я через забор. А я забор. А вот это видел, нет? Я как швак на тебя один раз по башке, ты свалишься туда. Он сразу встал на место. Он военный, он знает, натолкнулся на такое же. Ну, я этого и делать не буду. Он и не будет, что зачем трепишься. Здесь моя территория, я ее охраняю. Ну, такой язык ему понятен, даже приятен. Он даже это, приятно даже было слышать, что он встретил такого человека. Да. Вот. Нет, я говорю, здесь нельзя. И он после этого, больше я от него никогда плохого не видел. Отношение хорошее. Как будто бы ему нужен был вот этот толчок. Он понял, что здесь пахать ему не придется. Я поговорил с ним. У нас разный подход. И я не говорю, вот батюшка, мне сегодня все, все должны быть такие, как ты. Я как раз так не делаю. У меня многогранный подход. Я ее признаю. И в этом вопросе вот она делает. Согласно Житию Святых, я ставлю выше себя. У меня кто бы не был. Ну, ты знаешь, Женя этот был, Клименов, который помогал. Сколько я его тащил. Где с кем еще не договорюсь, я все туда валю. Чувство благодарности. Как он для меня дорог и мил за то, что помог. Вот здесь вот установите. Вот так. Ну, еще. Это я сейчас ставлю. Ставлю. Сейчас я поставлю еще. одну. Видишь, как вот добавить видео. Смотри, как. Видео добавить, толкнул. Вот она теперь показывает. Выберите. Я выбираю, какой. А вот второй. Что, посеять человек. Открыть. Все, пошла запись. Начал ставить сегодня то, что с Вадимом было здесь. Разговор. Он очень полезный. очень. Зачем дело-то стоит. Мне нравится выражение, если хочешь сдвинуть мир, двинься сначала сам. Измени свой распорядок. Я тебя ведь укорачивал крепко. Ты помнишь, так как мы сидели здесь и одну бумагу составили, там, Нафанаил расписался, ты там, кто, Витя там, кто тут были у меня. Все расписались по одному делу, что ты обещался, что ты выполнишь, что здесь написано. Ты помнишь? Да. А из-за чего там было? Я учиться хотел. А я тебе сказал. Вы не советовали мне дальше получать высшее образование. Не надо. У тебя одно высшее образование есть, тебе этого достаточно, экономическое. Ты его применить не можешь никуда. Для развития, для общего. Только институт, который ты кончил, он, твой диплом показывает, что ты не дурак, больше он ничего не говорит. Сегодня так диплом для многих. А дальше я сказал, ты вот мог бы так выучить псалтырь? Я весь псалтырь выучу. Когда выучишь, прочитаешь наизусть, тогда поступай. Ну, как кто Коран выучит, ему половина Корана, больше, то срок уменьшается там в исламских тюрьмах. Я говорю, ну, нет, всю ты тебе не выучишь. Нет, всю псалтырь выучишь. Я говорю, один псалум 118. И дальше как дело пошло? Не смог выучить. Да не то, что не смог. Ты быстро начал заучить. Шесть стихов на седьмом споткнулся. Начал разговаривать. Да как же я забыл. Дальше ты восьмой стих говоришь, первый уже выскочил из обоима. И, наконец, ты согласился. Не выучить. А их-то там 176 стихов. Вот у меня Виталия Устинова, брат Сергей, на утром был, он наизусть считал этот псалом по-русски. Весь. Есть люди, о которых Житие Святых говорит, что они знали это наизусть. Ты свои возможности имеешь. Тебе, тещу, не победить никогда. Не, тебе не победить. Ты сначала победи себя. А ты как бы в ответ, а ты мог бы ее победить? Нет, никак. Это крепость. Крепость. У нее характер очень твердый такой. Но если уж она начнет делать, тут все как есть. Будет стоять на месте. Вам кажется, что это не так? Я вижу, он головой трясет. Трясение головы мне тоже не нравится. Вы должны понять, что существует заход и восход. И внезапно она может так шагнуть вперед, что ты даже в твоих глазах померкнешь перед тем, что Бог сделает с ней. И это образится так, что мы вдвоем для дочери что она одна сделает. Это все перед Богом. Но надо крепко молиться, умолять Бога. А Бог делает так, как Ему угодно, и нас смиряет, начинает нас задавливать. Чтобы мы не были такими, какими мы есть. Богу мы не нужны со своими амбициями, я. Просто Богу не нужно это. Он сеет на ровном месте. Отвергнись с себя. Своё я выбрось вон, как будто оно тебе не... А у меня характер такой. Ну и сиди со своим характером. Ты уже запутался. Один ребенок? Один. А если бы их было семеро? Да подряд. Ой-ай. Я вот кому что советую, я предполагаю, что мне это надо делать. Я тебе не могу сказать, сегодня сделать, но сам выбери момент. но если там не пойдет другой вариант, который реально, раз я советчик-то, а у меня советчик-то советует, я ему это дело и поручаю, в котором он советует. Так его выполнить. Здесь в данном случае получается я советчик, поэтому Акирину брать мне. Для опыта. На один день. Но только вы будете приходить, чтобы она вас не видела. Я здесь за ширму закрою, а вы через это глядите, сколько их все. День за днем. Я сначала, вы запишите мне, какие у нее привычки, во сколько она встает, чем питается, как я, ну и посмотрим, что получится. Вот так. Конечно, пол холодная, но она будет бегать. Если будет садиться, она еще сразу ко мне на койку залазит. А койка где здесь бегать, если спать будет за счет, то здесь вот можно поставить будет койку там или что в чем она будет спать. Другого советовать не могу. Ни к баптистам, ни к детсадик, ни к Людмиле Сипановне, ни к кому. Я не властен там и людей этих в отношении к детям я не знаю, как они будут себя вести. Ребенок требует максимального внимания на него, какой у него рост. Я должен быстренько определить, разгадать. Нащупать, как говорится, болевые точки. Это нестандартная работа. 40 лет. А тебе сколько? 36. А я 40 лет начальник детского лагеря, организатор. Я все должности все отдал, какие у меня там были. А единственное, никому ни разу не доверил, как наказывать ребенка. Это настолько тонко нужно знать, как беседовать и когда наказать. я ведь наказываю очень-очень редко. Вот провинился даже, нынче Ромка приехал, а я не знал, Капустин, внук Татьяны Кузьминиши. И он говорит, баба, я-то думал, дядя Игнатий такой злой, а он такой добрый. Почему? Я его завел, отдельно побеседовал, этой крапивой щелкнул по сапогу. Теперь с людьми я говорю, наведи слезы-то, чтобы у тебя слезы были-то. Ты дал обещание, дал, больше не будет. И он, парень, пошел на исправление. Надо смотреть, где и как. У вас нет тонкости подхода. Считайте себя обиженными где-то, никогда не выгораживая сам себя. Вот у меня Надежда Васильевна, у нее беспредельно развито самооправдание. И поэтому трудиться на другим человеком она просто не может. Она в себе этого не видит. Самооправдание, если ты оправдался, хотел оправдаться, это плацдарм, что ты и дальше остаешься со своим гнилым я. И оно будет душить, и отравлять миазмами все окружающее. У меня позиция всегда так, виновен я, я начинаю с себя. Я виновен. Виновен я начинаю конкретно прямо сейчас вечером уже трудиться. Прямо сейчас. Еще не выйдете, я уже начну трудиться в этом направлении. Дополнительные молитвы, дополнительные вставания ночью, ну и дальше все как пойдет. У меня очень трафаретная у меня работа идет. Но это самое мощное оружие. Вот то, что подумали, туда она поедет, я это принял как дар от Бога. И для меня сегодня какое-то воссияло, как праздник какой-то. Я к ней сразу кинулся, ухватил за руки. Бери, пока не передумали. Бери, тащи. Лучшего нельзя даже придумать. Это ответ от Бога. И не противься, Бога противницей не стань. Не гневи Бога. А они оба нуждаются в свободном времени. Им просто необходимо. Это шанс тебе. У вас будет время свободного, вы оттащите ее к себе. А вы еще себе родите. Пусть она там и воспитывается. Я тебе сказал, как у меня моя сестренка родная воспитывалась у дедов моих по материной линии. Потому что мать была не одна, а три еще брата, и все артиллеристами погибли. И они мою дочку выпросили у матери, она там в Дуся. Там она ты же заезжал у нее и был. Нет? Так, не был ты. Это было в Томске. Она в Томске живет. Ну, вот так, дружок. Время позднее. Уже сейчас 9 часов 53 минуты. Ну, где-то в начале 11-го мы уже начинаем молиться. Ты дорогой ехал, ты знаешь, как мы утрами молились, как дорогой когда мы едем, Вадим сзади, ты сидишь рядом, я громко начинаю все утреннее правило. Так было? Да. Абсолютно всегда. Если в каком пункте были, выходим, 7 минут шапки долой, и 7 минут у нас молитва уже на ходу была. Мы очень спешили, мы вовремя успели. Возьми это себе за правило. Семикратно в день прославляю тебя. Однократно это 7 минут. 7 и 7 сколько? 49. Все. Даже 50 минут нету. Возьми это за правило. Возьми утром это ночная молитва, все в это включи. Семикратно в день Давид говорит 164 стих 118 псалма за суды правды твоей. Это Бог судил так, что она против, что она не хочет внучку. Ты это включи в этот пункт, это суд Божий над тобой совершается. Это ненормально, что бабка не хочет водиться. Но в этой ненормальности ты во весь рост встал, ты довел до этого. И три довела может быть. Я не знаю, я говорю так, наобум. Но это не на пустом месте. Я тебе задал вопрос, ты почему с твоей тещей, у меня тоже отношения были не очень хорошие. А почему? Ты сам знаешь почему. Почему? А почему они наладились? Ну опять же думаю вы молились об этом? Я молился и кроме того я ее и ставил на место. Вот у нас сейчас Вася этот Черепанов который есть. Он все где-то удаляется. Мне это не нравится. Я всегда выгонял. Все считают я грубо обращался. Такой я есть. Я говорю нигде одна не оставайся. Зачем тебе вызвать подозрение? У нас больше ни на чем не было. Нигде не оставайся. Самая маленькая. Все. Она была здесь. Она у меня жила здесь. Когда-то была здесь. Ну меня-то не было. Я жил в другом месте. Это моя квартира. И вдруг у нас все стало с ней как надо. Она звонит. Мы молимся. она просит. Может быть еще более что-то будет. Какие-то общие дела нас сродни. Но я считаю что у нас с ней прекрасные отношения. Хорошие. Даже день сайта был. Она первая скинула мне какой-то сайт духовный. Поздравляет и прочее. Она не льстила ничего. Это общение. Это общность душ. что еще хочешь сказать? Я все больше не хочу. Послушаем теперь тебя. Мудрая теща. Как ты смотришь на то, что утром у нас был с тобой разговор, чтобы ты Акелину взяла. Забудь все, отрежь. Первый день сегодня познакомилась и подарили тебе такую прекрасную внучку, в которой ты можешь теперь отобразиться самым наилучшим образом. Я могу только плакать, потому как ребенок причастилась и ее туда хотят опять везти. У них нету своего нормального ощущения, что надо душу спасать. Что там у ней неладно-то? Ну она орет, она сегодня исчипалась. Ну и все, пусть орет. Ничего, погулялись и покорились, все нормально. Хотели спать уложить. Они приехали. Все, надо оставаться помолиться. А ночью я молилась. Утром мы встали в 4.40 молились. Что препятствует тому, чтобы ты забрала ее к Валентине Дмитриевне? Как ты говорила, поехать туда. Что препятствует? Верните назад к утреннему разговору. Какие препятствия у тебя? Препятствия? Родители тоже будут препятствием. Они просто, они решили так меня ошарашить просто я приехала и пробивать жилу. Я молюсь, читаю относительно только Акелина сейчас говорила. Брось, мы с тобой должны поговорить. Брось, мы должны с тобой поговорить. А сколько у тебя на Акафис уходит? Мне надо было читать его хотя бы 15 минут. Еще я не дочитываю. Игорь, брось. И они тебя прямо с Акафиса сшибают? Сшибал. Абсолютно недопустимо. Это никуда не годится. Что там твоя молитва? Человек молящийся, он уже не на земле. Он никому не подсуден. Как ты посмел это делать? Она перед Богом стоит. Как ты посмел на это? Обстоятельства были следующие. Мы договорились, что... Дальше не надо. Еще хуже тебе будет. Я спрашиваю, как ты посмел? Договорились 12 минут всего. Она перед Богом стоит. понятие есть или нет? Человек на молитве он перед Богом стоит. Он никому на земле не подвластен в это время. Я стою в камере и я молюсь. В это время кормушка открывается. Ну вот скажите ему, его там зовет-то. А у меня лежит там директор, коммунист. Макака, ну-ка закрой окошко. Его нет здесь. Как нет? А он стоит. Я сказал, его нет здесь. Они все поняли. Я сказал, я ухожу, ухожу, я встал на молитву, меня нет. Я растворяюсь, и меня нигде нету. Меня неоднократно было, а капельки все уже моим жаргоном говорят. Говорят, его нет здесь. А как нет? А он же стоит. Его нет, сказали вам, он на молитве. Вы поняли, нет? А когда он хочет молиться? Он не меньше часа молится. Я молился час-полтора. И тогда они придут. Конечно, если вызывают начальник тюрьмы, тут вопросов нет, я пошел, я подневольный. если я стою на молитве, вот у меня Володя где-то пошел затоплять, а в это время мне подошло молиться. Я выхожу, уже дверь открыл, он пока дверь заходит, я скорее шумыгнул, вот и достал. Почему? Ну, я всего 30 поклонов сделал, у меня там еще 70, я не могу бросить, я засыпился за это. И дальше я не смотрю. Я закончил, был из Германии, позвонили, беда такая, у нас там, мы сразу на молитву, так всех призываем на молитву, мы все сразу на молитву. А так я остановлюсь, вот здесь, компьютером здесь, я или туда, или сюда, чтобы он меня не видел, да мало того, повернусь еще в другую сторону, чтобы его не смущать. Когда может, он встанет, сам найдет. У меня нет ни навыка, ни права тревожить его. Вот приезжает Игорь, разводится Галя, подала на развод, ты знаешь это? Глушкова. Какая муха слышал от Юли, но ничего, полностью разводится все. Он приезжает сюда, я ему говорю, возьми охапку соломы, вот кто послушает, скажет, что он бурает, какая охапка, когда семья разваливается, охапку соломы возьми, и найди у коров свободное место, где ты не можешь было на колени становиться. Больше тебе ничего не надо, доверься Богу. Все запутал, и виноват он. Вот привезли, сейчас у них было собрание шестого, и сегодня Алексей пришел, скачал. Я говорю, как прослушайте, позвоните, обязательно, хорошо. А они не позвонили. Почему? Не Анила не позвонила, не... Никто не позвонил. Почему они не позвонили? А? Я... Вы, то есть, материалы собрания с Игорем дали Алексею, да? А он должен был позвонить. Да. Нет. Почему позвонили? Собрание там было в потеряльке. Два варианта. Может быть, до конца не выслушали? Ну, нет, выслушали. Почему не позвонили? Не знаю. Что-то не понравилось, наверное. Совесть обличает, что вина своя была признана какая-то. С вами надо было беседовать. Тут бы возник диспут, и... Ну, они, возможно, не готовы были к этому. Все это пустые слова. Мы договорились. И я дал под этим условием. Он... Батюшка привез оттуда. Было собрание. Там выступают все. Игорь, Галя, Владимир. Сейчас она позвонит. Я ей брякнул, я не звоню. Она может не звонить, я не заставляю, но я дал знать, что я жду. Мне можете не отвечать, когда я даю сигнал, но мне звонить не на что, у меня ничего нет. Мы договорились. Алексей был сегодня здесь. Он скачал. Снянило и говорит, что там было, как... Я говорю, батюшка привез аудио, записанное деревенское собрание было. Я говорю, пока не будем обсуждать, пока вы не прослушаете. А когда прослушаете, тогда сами мне позвоните. Хорошо, хорошо. Из троих никто не позвонил. Ты думаешь, почему же? А ведь с обеда. А слушать там, допустим, полтора часа всего. А я ответ нахожу. Собрание многое растаяло не по тем местам, как они думали. И вина Игоря огромная. А до этого разговор шел виновата во всем гадом. Она виновата во всем. Она беснуется. Она сожрала всю семью буквально. Никто из детей в церковь не ходит. Никому не надо ничего. Она уничтожила семью. Но его вина от этого не снимается как хозяина. И вот здесь все проявляется. И они поэтому... А у них сейчас мозги разбежались. Глаза друг друга не найдут. И поэтому они ни один не ответили. Причина-то есть. Почему батюшка мне сегодня прямо не отвечал. Я вам объяснил на занятиях? Телефон. Телефон звонит. Добрый вечер. Слушай, мы же договорились, что как только прослушаете, вы мне позвоните. вы прослушали запись? Ладно, я понял. Так ты, а почему они не позвонили, Алексей с Наташей? Он у меня был, когда мы договорились. Я сижу, жду. Ты им позвони. Скажи, договор дороже денег. Я им все дал. Оповестил. Принес. Они как бы сами там на собрании. Я же тебе сказал, я не буду ничего говорить, пока вы не прослушаете. И тогда у нас одинаковое знание будет. С тобой мы можем побеседовать, когда ты прослушаешь. Хорошо, отошел. Благодарю. Храни Господь. Все, благодарю. Благодарю. Давай, не болей. Выздоравливай. С Богом. Понятно? Отношения какие хорошие. Мы все не просто хорошие отношения, а друзья. А Игорь, наконец-то, он приходит сюда, ходит. У тебя что, какие-то дела сегодня? Я пришел, давай помолимся. Игорь Лужков. Он у меня просит вот этих ребят. Они там работали. Работает там и он, и Сергей. Строили там у него. Я первое условие, чтобы в день 7 раз становились на молитву. Так и я с ними буду. Вопрос решен, я ушел. Больше туда не появляюсь. Выберите время. На все можете экономить, но не на молитве. Когда она считает, ты роковую ошибку сделал. Ты согрешил против Бога. И у тебя осознание, это чувство нет, оно у тебя омертвелое. Как так? Она на молитве, ты посмел ее трогать. Человек на молитве неприкасаемый никем. Как вы не можете понять? Вот я стою перед начальником, и со мной разговаривает генерал. А в это время какой-то ефретар, а ты тем более даже не ефретар, рядовой, подбежал, у меня дергаешь, что-то разговариваешь с ним. Иди, у меня тут дела свои. И ты вот как? Это прямо похоже. Ну, Бог-то начальник написал, начальник и совершитель веры. И она перед ним стоит 12 минут. Как ты посмел? Там был такой момент, что вначале я не понял, что молитва идет. А потом уточнение было, что именно Яну Златоусту. Я сказал, что разве, примерно так, разве Ян Златоуст этому учил вас? Вы ему сейчас... Такие слова я ей прямо сказал. Да, я так сказал. Да как же ты посмел? Ты про другое сказал, про пенесенья. Как же ты посмел? Там про Мащея это потом. Такой менторский том. Ну, примерно, примерно. Зачем ты это говоришь? Это у меня Надежда Васильевна непрерывно. Она страдает, сгорает. Ты не имел права эти слова. У тебя нету преград никаких. То есть хамите, хамите просто. Зачем? Это самые легкие слова, что ты сказал. Я тебя упрекал в хамстве, сколько дорогой. Хамство всегда против старшего идет. Потому что это сын против отца или против матери. Тут как раз все так и сходится. И такие слова нельзя говорить. И слышать нельзя. Не то, что говорить. Когда Саша Муха залетел ко мне на балерину и стал говорить, я говорю, Саша, даже слышать это нельзя. А ты говоришь, что ты делаешь с собой? Он сгорел. Он оттуда свалился, и больше его не было. Все. Бог испепелил его в прах. Он никогда не думал, что в тартар-ыр вниз головой полетит. Вот как. У вас вот это нет границ рассудить разумно. Можно говорить или нет. Вот тут выступает один мусульманин. Я его перетащил себе. Ну, у них тоже там свои мудрецы. Есть тоже жития святых. И вот, как они обдуманно. Один подошел, а он на лошади сидит. А сколько у лошади твоей ног? Ну, кто не знает, четыре. Он говорит, подожди маленько. Он слез с лошади и стал. Смотрите, одна нога, вторая, третья, четвертая. Говорит, четыре. А что ты разве не знал? Знал, да решил проверить. Мало ли что. А для чего делал? Чтоб ты увидел, я серьезно отношусь к вопросу. А к другому пришли, задали вопрос. Он знает, что он может ответить. Он говорит, не знаю. Как? Ты вопрос этот не знаешь, как ответить? Как ответить? Я знаю. Я не знаю, надо ли отвечать. Или промолчать еще недельку. Я не знаю, надо ли говорить. Я вот о чем думаю. Первый вопрос. Надо ли отвечать? А ты бабахни. Разве этому он учит? Ты покройся этими словами, напиши их и обклей себя совсем. Разве это Василий Валите говорит? Разве это Павел говорит? Ты все к самому себе, к самому себе. И напиши, Игорь, разве так очень златоуст? Ты к себе обрати. Вот это у тебя будет. А ты к ней налетел, бац, хамье, несусветное, небитость. Ни один мусульман мне не позволит разговаривать себе так с матерью. Мы потом отстали и ждали, пока она помолится. Это было вначале. Сначала ты ее раздраконил, а теперь подождал умница какой-то. Я не знаю, сколько молитв... Почему ты раньше не подошел? Ну ты не знал. Ну Дух Божий знал или не знал? Я не знал и раньше. Дух-то Божий, который в тебе, почему он тебе не подсказал? Дело в том, что была суббота, и наша матушка вымылась все, и нам надо было поговорить, и мне идти в гараж. А я бы их оставил, она бы молилась хоть час, там два, потому что я бы пошел сейчас за дела бы решил. Я вижу, человек молится, игнорирует. Я так с этой стороны, с другой стороны подошел, она молится, и все. Понимаешь, это у тебя занаряжено было. Когда она молилась, когда родители приходили, ты ее осудил, и поэтому ты впал в то же самое. Ты поступил хуже отца своего даже. То есть игнорирование людей, получается, это норма? Игнорирование людей. У тебя игнорирование Бога и самого себя, игнорирование ее. Ты этого не увидел. Ты увидел игнорирование тебя, твое я. А ты бы этого вообще не заметил даже. Отвергнись самого себя. Я тебе говорил, первый шаг в христианстве у вас не сделанный. Отвергнись себя. Не позволяй себе разниживаться. Вот это долгое спанье, вот это откладывание на завтра, и вот оно вдруг выползает. Я решил пойти, ты решил. Но по-твоему, все равно не будет. И ты испортил все. А ты как? Она молится. У тебя почему мысли не возникло такая? Она молится. Потихоньку, медленно заглянул. Она молится. И ты сразу приспособился, сзади стал бы. Какая у меня чёще золото? Она Богу молится. Я бы сегодня сейчас пошёл, не помолился. А гора твоя никуда не денется. Там, может, смерть тебя ждёт. И благодаря этой молитве ты бы избежал этой смерти. У тебя рассуждения-то духовного нету. Хотя много-много ты знаешь. Такое краснобайство распустишь, конца и края нет. Не надо это говорить ещё. Суббота. Это ты-то. И в воскресенье ты такой же оказался. Там одно, воскресенье другое. Не оправдывай себя нигде. Вот с Надеждой Васильевна, если бы ты рядом жил-то, вам даже до дверей вместе не дойти было. Такое самооправдание в вас. Она никогда себя виновной не видит. Но всегда причина. Но я потому... Вот она утром помолилась и уходит. Я ей сказал, Сюда... А тут всего пять шагов. За стенкой живёт. Сюда, к нам, не стучи. Ни под каким видом, пока не расцветает. Ты поняла? Поняла. Не стучи, пока не расцветает. Маленько проходит время, стучит. Володя подходит. Она разговаривает. Я всё равно не слышу, что она стучит. Надежда Васильевна стучит. Что она хочет? Она в это время пирог взяла. Она под пирогом. Видим, это враг стучится. Разверни её назад. Скажи, не открой и уходи отсюда. Она обидится. Культурно такое. От меня передай мои слова. Скажи, Игнатий сказал, уходи отсюда, не заходи. Пока не расцветает. Но я же пирог. Тогда вообще печь не будешь. Я откажусь от пирогов. Вообще не буду брать. Ты можешь... Ты думай о пироге, обо всём. Не нарушив вот это правило. Ты от меня вышла, пока не расцветает. Пока солнце не взойдёт над горизонтом. Суда хода тебе нет. Возьми за правило. Ко мне вот солнце коснулось горизонта. Ко мне не стучись. Я уже не запущу. У меня правило. Я прожил под этим правилом 50 лет. Оно мне жизнь спасло. Стучат. Кто? На моём у вас тут женщина пирожками торговала. Надежда Васильевна торговала какое-то одно время. Ну, а что не открываете? Что, боитесь, что ли? Женщина одна. Да, я боюсь. Ну, мы же... Ничего не знаю. Сам я отошёл. У меня окошко с другой стороны. Смотрю. Она вышла, постояла, посмотрела. Она не видит меня и машет руку. Идите, гляжу. Прямо около двери два мужика больших ставили. Они отошли и пошли. И кому бы я открыл дверь? Каким обухом бы огрели? У меня правила, а у тебя правил нет. Ты знал, что человек на молитве, он неприкасаемый. Ни гаражи тут не надо подсовывать. Это всё от лукавого. Человек на молитве стоит перед Отцом Небесным. Его трогать нельзя. Ты будешь поражён. Я вас не могу научить. Тебя лечить, да лечить надо. Вот видишь, я разговаривал с няней Илой. А оказывается, она сегодня не домогала. И она быстро успела сказать. Знаешь, что я не люблю длинные разговоры. Я пришла из церкви сейчас. Я читала всё Библию. Она знает, чем от меня отбиться. Она читала Библию. Я сразу отошёл. А почему Алексей не звонил? У них там было что-то. Они решили, завтра все приедут. Всё, вопрос закончен. До свидания. Она мне звонит. Звонит Любовь Николаевна. Я сразу, слушай ты, Игнатий Тиханович. Она, Любовь Потеева звонит. Я сразу же, Игнатий Лапкин слушает. У нас есть разговор военный. Так? Да. Так. И нам это не помешало. Мы немножко юмора закладываем в это. Военные. Солдатики поиграют. В течение трёх секунд. Я, например, вот. Ну, я, как говорю, на твоём положении. Я тебе дорогой говорил. Что если бы я, ну, моя душа вошла. Ну, в тебя, моё сердце, мой ум. Положение твоей тёщи я бы выправил в течение одного дня. Я вернул бы на первый день твоего знакомства с ней. Ты ей обязан всей своей жизнью. Самым дорогим. Без неё у тебя не было бы жены. Без жены не было бы у тебя ребёнка. Ну, и всё остальное сам додумайся. Как ты посмел ей какие-то грубые слова говорить, обвинять её в чём-то, обвиняли, там, какие-то вещи она хранила. Да эти вещи она сама своей рукой бы у меня выбросила. Я бы выбрал сразу время. Что она там натолкала? Да вот там не нужно. И ты, говоришь, не нужно. Ну, называй, что не нужно. Стал назвать и говорю, это нужно, это нужно. Потому что она скиталась одна без квартиры, с одной дочкой. Легко ей было. И она думает, а как бы хуже не было. Я не знаю, ещё дальше-то будет. Я бы эти вещи разложил, все её пакетики, посмотрел, какие нужно, какие, может быть, ещё надо прибрать подальше, не сегодня где-то. И ничего там выбрасывать не надо было. Хранить у нас ездя полки. У тебя нет подхода, нет мягкости, гибкости вот этой. Ты не согласен? Ну, там отдельная история. Тяжёлый случай. Ну, другая-то история. Но конкретно к этому сейчас подходим. Так. Скажи, дорогая, когда ты можешь взять Акелину с собой? Мне нужно ещё маленько самой прийти в свою сочувствие. Хотя бы вот три дня. Три дня, всё, через три дня на четвёртое. Значит, давайте попарём. Узнаем, когда у меня там срок, я ещё раз. Всё, через три дня. Так, понедельник, вторник, среда. В четверг в эшенстве звезды. В четверг привезём. Вопрос решён. Так, ещё что? Я думаю, на этом надо закончить. Я думаю, на доброй ноте. Тоже принял. Дальше что? Теперь послушаем тебя. надо к этому добавлять или на этом пока остановить мы согласны все давай если я ее заберу но они будут продолжать снова ту же жизнь какую они ведут это уже это тебя не касается запредельно сейчас остановись не надо слова ты последние не должна была говорить я тебя начал останавливать а не могу ты вот тут твоя война простите тормозов нету а ты бы язык сразу прикусила я сказал не надо и ты сразу прекратила ты пока у тебя как очередь пулеметная заложено пока все патроны не выстрелить не могу остановить это не годится с нами если кто хочет разговаривать в первую очередь попросить чтобы нам рот заклеили скотчем как вот когда ракетеры кого-то берут и значит нами разговаривать нельзя мы много знаем и знание нам мешает и так мы договорились среду вечером она звонит если что-то чрезвычайно но вы же понимаете в жизни бывает где-то она скажет от этого не отходить и если вы посчитаете нужен мне позвоните на что она сейчас сказала это забота о вас выйдите из этой смертельной опасности стени смертной я уже с тобой не разговариваю знаю что это бесполезно я говорил ты скажи сережу он каждое утро нам звонит чтобы сергей тебе звонил а ты вставал у вас общей молитвы нету а раз общей молитвы нету все разваливается вот у меня на квартире все живут здесь вот здесь спал этот нафанайл бывший ставший николаем николаевичем и романах и более чудовищного сна я не видал и романах он встает но больше я уже не меня лежащим днем жена не видела за 50 за 40 с лишним лет он побыл здесь позавтракал и тогда ложится еще 4 часа спит двумя подушками накроется бесполезно подходить пушкой не разбудишь нормально и в потеряевке был раз он исчез где я его уже начинаю искать или на балерину он залез я показал где можно отдыхать но отдохнул там бывает он не больной он здоровый крепкий бегун высокого роста сухощавый ему надо спать спать но минимум где-то 16 часов в день шмель он шмель мой месяцев 7 спит если не больше это не годится я опять обращаюсь к самому себе я услышал что эдисон спал не больше трех часов или заров также арсений спал горячаса достаточно у меня сон был два с половиной часа я постепенно помаленьку отрезал отрезал кто бы у меня не жил все на молитве до одного кто бы у меня не жил на питание кладутся одинаково кто бы не жил все платят десятину мы благословенные у бога и это благословение явлены не только нам но себя надо смирять для бога смирись отвергнись себя что ты спал вот эти года как я тебя знаю лежал когда заполняли помнишь сайте а тебе как говорил ты уходишь из дома все настрой и когда заходишь в избу обувь только скинь скорее подойди в ключи а теперь дальше продолжать делать когда я записывал пленки у меня 10 магнитофонов я все настрою одной кнопкой они срываются я захожу в комнату свет включил ни плитку ничего не включаю магнитофон а дальше уже начинаю разуваться раздевается а это время они уже наворачивают и поэтому сделано поражает воображение людей это невозможно если московская кгб думала что трудится несколько отделов сибири а натуре с одного человека это они мне говорили подполковники кгб и что они еще для меня это совершенно нормальная жизнь я в этом ничего особо не почему я постепенно это достигало освященники а гордость к вам не подходит вот ваши пленки везде слушать игры мне думать некогда на мою гордость столько дел насаждается ежедневно каждый день достать пленки оформить разрезать заложить проверить как записано все надписать обклеить красивыми картинками запечатать спрятать от полиции милиции отправить другой город и все это бесплатно бесплатно а я на работе работаю ну как я зову тебя подражаю мне как я христу а вы эти слова не можете сказать потому что от себя не отверглись вот мне надежда она строптивой строптивой старобреческий характер но она все говорит что если бы не ты мне никак не спастись я говорю без тебя я наверно тоже не спасусь это довесок дам чтобы не гордился и это довесок я должен донести у ней юмора абсолютно нету она старобрядка она этого даже не знает и у ней тяжелый старобрядческий юмор вот идем по огороду и комиссии идет и ну приехали там но я повел по на при на пирс и по огороду ну смотрите вот как идет ну кто же у вас так хорошо смотрит это все там мало насаженная облепиха все светит и наталья идет да вот это ее вся идея это наталья это где-то какие слова простые надежда сильно а что те годы я разве не делала они даже речи нету ее не видят там она не работает просто зашла ее сразу взяты почему не ее похвалили при ней нельзя другом положительно отзываться нормально это это не сейчас не два я говорю 46 лет прожили как будто один день ни на шаг не сдвигается на одном месте стоит у нее духовного роста никакого нет и я должен молиться должен тащить ее не кулаком молитвой вот так дорогой мой еще поблагодарю бога я рад что вы пришли так хочешь помолись давай мы можем преклонить колено три поклона боже милостью будь мне грешным создав имя господи помилуй меня бесчиславно согрешил господи прости меня грешного и помилуй отец наш небесный во имя иисуса христа просим чтобы сошла благодать духа твоего святого на нас чтобы мы увидели свои ошибки и исправились для спасения чтобы мы примирились с моей второй матерью любовь николаевной чтобы мы взаимно простили друг друга взаимно исправились и чтобы еще на этой земле у нас была возможность жить и вместе общаться чтобы и мы в одном месте были в царстве небесном куда мы и стремимся ибо если мы здесь не примиримся друг с другом как же мы будем в раю находиться вместе помоги нам господи духом твоим святым избавиться от самооправдания от самохотения и как бы нам не было тяжело принять какие-то решения начать себя исправляться благодарю тебя господи за наставление старших за молитву игнатия тихоновича господи продли его лето и чтобы услышанное мне лично исполнить и применить к себе чтобы никого не обвинять в своих согрешениях и если я виновен во всей этой ситуации чтобы через меня через мое покаяние началось изменение все в лучшую сторону тебе слава отец сын и святой дух аминь да будет имя господне прославлено в жизни нашей аллилуйя во славу божию я хотел вопрос спросите а ты на молитве когда плакал последний раз ой не знаю я на исповеди плачу они на молитве так у меня нету ты на молитве ты богу мы молимся как будто доклад какой-то делаешь ты просил бога пламенной молитвы огненный ты был хоть когда-то у баптистов-пятьдесятников у пятидесятников баптистов не был не был послушай там есть люди которые духовно рожденные и как они молятся на то что полезно вот у нас тут я знаю кто так молится то валентина павловна конева она может молиться но сейчас слезы выступили я просто об этом стараюсь не говорить не в этом дело я просто и что уже к чему стремиться просить это у бога все собирайтесь во славу божию уже договорились еще чтобы не забыли только давайте вот мы сегодня натопили так слава христу ты володя надо собирайся сходи проводить закрой там все смотрю чтобы еще не осталось здесь так проводите по-хорошему старайтесь молчать о дороге ни о хорошем ни о плохом не разговаривайте как господь сказал лавану когда он погнался за яковом это все в истории мира проходили и господь давал наказ ни о хорошем ни о плохом что удивительно а хорошим даже нельзя договориться почему а за хорошим я там где то это лучше научиться надо молчать благоуставляя бога лишь у нас какое разнообразие тот день в общину тот день сайта приезжают люди какие у нас путешествия нам только жить и радоваться насколько велик господь и за что он такая милость этого практически то нигде нет бог помощь я вас не могу благословлять а со спины я дадашь бог смирения спасибо христос до свидания аллилуйя володя сейчас пойдет вас десять минут я и и и и